Hello everybody, I'm a student, hello friends. Новость пришла, вот знаменитая артистка, вот так немного знаменитая, Лолита Милявская. На самом деле никакая не Милявская, а горилик Никифоров в крайнем случае, да? Да, или может быть еще другое имя какое у нее было, Спилаковская, да? В какой-то мере Спилаковская. Вот мы сейчас рассмотрим, разводится дамочка-то. Ну почему, потому что она к Пифагоре не обращается, а к нам не обращается, чтобы найти ей хорошего мужа-то. Ну может у нее хороший был, ну вот, где-то 12 апреля в этом году он в Бозе скончался при загадочных обстоятельствах в Испании. Ну вот мы рассмотрим, какие же мужья ей нужны, этой нашей майору горилик. Семь мужей майора горилик, можно так назвать наш спектакль сегодняшний. Вот Лолита Милявская, горилик Никифорова, она родилась 14 ноября, а у нее вот тоже днюху была недавно, так же как у вот этого погибшего политического артиста, который выполнял роль спарринг-партнера нашего уважаемого Навального, да? А вместо Навального вот выступал некто Исаев. Подготовили его там с критическим таким пакетом идеологи, кто там? Ну вот этот Сурков, Сурков или как он называется еще, Суслов, да? Кремлевский, Суислов. Вот в эти же дни, день рождения почти в один день, да? У того 14, у нее 14, 11, только 63 года у нее. Вот ее мать, это же выдающаяся личность, это горилик. А, значит, вот таким образом. Мамаша-то у нее Никифоров и дедушка Никифоров. Вот, говорили дедушка Никифоров, да? 14, 11, 63-го. Это голубая водяная кошечка. Сумма 14, а громадная сумма. Ну вот она играла и в президента, играла не зря. Ну вот видите, вот эти три шестерочки чубайсовские. Ну хотя вот восьмерка есть, это она, можно сказать, можно ее назвать лолкооблигация, да? Сейчас узнаем почему, вскоре узнаем, что почему. Плюс она вот хранительница, да, малины. И любит принимать гостей. Ну с мужьями, видите, у нее троечка, неважно. Она все время сомневается в этих мужьях. Потому что они все случайные, попавшись в ухо откуда. А характер-то у нее генеральский. И здоровьюшка, будь здорово, все вынесет. Две двоечки тоже. Ну в доме, конечно, бардак, там у нее бардак, это ясно. Потому что иногда в одной квартире они жили, она жила с двумя мужьями. С первым мужем и цикала. Со вторым мужем, да? Это как Брик, что называется, да? Мужа. Леля Брик. А это Лола Брик. Горелик. Ну остальное, ну так матрица неплохая. Только надо было талант ждать. Но она дождалась. Мать ее среди артистов. Она родилась. Укр концерта. Они возили ее по гастролям. Она нахваталась. Талант пришел ей немножко кукарекать, там петь. В кавычках, да? Ну, как могу, так пою, да? Но в то же время, смотрите, духовность у нее хорошая. То есть задатки какие-то от мамы сохранились. И генеральский характер откуда-то от дедушки пошел, да? Ну, а внешность так, конечно, в этого, в Горелик. Она на Горелик со внешностью подкузмил ей. Точно и такая васанская получилась девушка. И по деньгам, смотрите, она действительно пятерка по деньгам. Но она самая одна из богатейших артистов и Украины, и, видимо, Россия. Одна из богатейших денег у нее. И плюс связь с такими людьми, как у нее уже в мужьях были предприниматели, и непростые. Один там, и у нее страсть была вот жениться на Александрах. У нее три мужа были Александры. Вот, ну вот, один последний Дмитрий попался. Неудачный этот хоккеист, 75-го года рождения. Он ее моложе, намного моложе. Но все не хоккеист, она какой-то там теннисист. Какой-то бодибилдер. Ну, молодой, как говорится, небритый человек для массажа. А уже девушке-то за 50 лет. Ну, вот кто у нее были мужья? Смотрите, какая у нее характеристика. Спокойная она, да, выдержанная. Сноп. Любит принимать гостей, педантично очень. Ну, у нее все лучшие качества, вот эти они поверхностные. Но они для театра, они как раз и для вот этой шпионской деятельности, они очень подходят. А мы знаем, что деятельность артистов, политиков, шпионов, здесь они тесно соприкасаются. Ну, просто не раздельно. Это как три факультета одного и того же, как говорится, университета власти. И вот этот вот первый у нее был муж-то, тоже Александр какой-то был, Беляев. Я рождение его не нашел, но он вроде как живой еще. Живет прекрасно там, вспоминает ее. А был еще вот Цикала. Ну, вот с последнего начнем. Дмитрий Иванов. 18-го, 1-го, 75-го. Это, в общем-то... Это тигр, зеленый деревянный тигр. Это энергичный такой человек, ну, видно, то голос такой мужественный. Ну, как тигры, вот они и не пара. Это Пифагор их бы не соединил, под венец не повел, да? Как они, говорит, мы венчались по законам Кабалы. Они, оказывается, вот так же, как и этот политик. Все, видимо, эти, они кучкуются, говорит, в московской школе Кабалы. Мы говорили недавно про нашего уважаемого, новопредставленного, ну, мы знаем Исаева этого, да? Так, понятно, да? Ну, представлено, мы о нем говорили. Тоже он занимался в школе этой Кабалы, и там, значит, повлияло на его здоровье отрицательно. Так же, как, видимо, на их, ну, они как, там какой-то шеф, гуру у них, он их венчал, это и Лолита сама говорил, что для меня это было большое значение. Она, когда Дмитрий Иванов заявил, что он разводится, она даже плакала. Ну, это свойственно всем кошечкам, они склонны вот слезу немножко пролить, а потом они утешаются, и все становится в порядке. А так они сентиментально могут пролить, иногда даже без повода сплакнуть. Так же, как вот в марте, 28 марта, на кладбище в Москве она своего настоящего, но не венчанного и не расписанного мужа хоронила Спиваковского Тамма, третьего человека в Сонтовской организованной политической группировке, да. Трудно различить там, какая преступная, политическая. Политическая и преступная – это одно и то же. Протокол первый-то мы начинаем изучать, да. ПСМ, протокол Сионских мудрецов, ПСМ-1. Ссылка. Вот, поэтому, значит, этот муж как раз ей подходил. А вот Александр Цекало, он змей был. То есть бык был, у него работа и семья. Ну, вот он ее на работу настроил, а они с этим, проэтом академии, там пробились все-таки где-то на вечере у Пугачевой. Они спели песенку «Трам-тарарам» и смотришь, там поднялись. Но ему вот Цекаль – это была пара змея. И вот, несмотря на то, что они долго жили в квартире с первым мужем, и она, и Цекало, все равно она с ними, с собой. Почему? Потому что у нее вот стали такие хорошие люди, как третий человек в Реново – это Зарубин Александр Зарубин, предприниматель. Ну, он тоже обезьяна, у него хитрость. Ему надо дракошу. Дракошу. Он, видите, на кошу, на кошке женился. Ну, эта кошечка – это несовместимые вещи, поэтому, естественно, они… Ну, конечно, она использовала, но как свой денежный мешок. Ну, надо сказать, что когда она жила еще вместе с Цекало и вместе со своим этим писателем, ну, не писателем, тоже актером, с которым она училась в актерской школе, вот, с Александром этим, вот, тоже с Александром Первым, можно сказать, да, то она еще познакомилась с предпринимателем, с молодым таким человеком, тоже моложе ее, она все любила, чтобы были моложе ее. Она с 63-го, а с 64-го был Арнольд Спиваковский. И этот, и будучи еще же расписано с этим самым Цекалой, она нагуляла от него, видимо, от этого Спиваковского, от тама, нагуляла девочку. Ну, Цекало вот такое, он взял и на себя оформил эту девочку, и записали девочку как Цекало. Ну, естественно, это надо было сделать, потому что, ну, как-то вот, вдруг там чего, какая-то мафия там, ОПГ начнет мстить, девочку захватывать, все, в заложники. А Цекало вот оформил, видите, и на себя девочку, это она сейчас у бабушки воспитывается. Вот таким образом. То есть вот этот Арнольд Спиваковский как раз вот ей подходил, очень здорово. Так бы они были прекрасными мужем и женой, потому что он рожден был козлом, в год козла. Вот в 67-м году, это был год козла, еще, да, 7-го, 7-го, 67-го. Вот, ну, на самом деле год козла, красный огненный козел был. Это вот ей идеальная пара была. Но, к сожалению, этот человек был, вот смотрите, какой он был, матрица у него была. Мы на нем остановимся поподробнее. Это идеальный ее был муж, и она, видимо, его любила и даже на похороны ходила. Сумма 12 дельта минус 2 критик, плюс вот эта рептилоидная связка, эгоист. Но у него вот 4 семерки. 4 семерки – это знак ангела, который помогает всем. Ну, всем, кого можно, он помогает. И даже находясь в Испании, еще под следствием, испанским следствием, ему звонил товарищ из тюрьмы, прямо из тюрьмы звонил, чтобы его посодействовать, перевода его из одной тюрьмы, ну, российской тюрьмы, в другую российскую тюрьму. И он по телефону обещал это сделать. Ну, конечно, испанцы перехватили, они ужаснулись, что такой завлиятельный человек – это Спиваковский Тамм. Арнольд Арнольдович. Сын Арнольда Тамма. Ну, почти что Тамм был, в ряд был в Нобелевской премии, но это не надо путать с физиком Таммом. И вот его кончина, когда он при загадочных обстоятельств свете скончался. То есть, сумму он не сменил, и дельту не сменил, осталось то же самое. Ну, стал он вот генералом этих песчаных карьеров. Вот таким образом разобрать, кто его устранил в 51 год. Это, видимо, у нас данных не хватит, потому что там очень много фигурантов. Он авторитет считался в Солнцевской ОПГ друг Михася. А про Михаила Михася мы где-то тут, была у нас лекция, и мы отмечали, что Михася имеет наградные часы от самого нашего Гарантича. Гарантича выписал ему и даже документ на эти часы есть с подписью Гарантича. Он предъявил испанскому правосудию, что вы меня путаете, я не Солнцевский, я нормальный человек. У меня, смотрите, подарки от Путина, человек, который получает подарки от Путина, заведомо порядочный человек. Но это сыграло не ему на руку, а против Путина. И тот же самый выступил защитник Песков, он как залаял пес, Песков, как пес на этих журналистов. Вы что, мы такого не знаем, мы такого ничего не делали, никаких часов не вручали, потому что, ну что это, мы не знаем этого. Но в то же время он даже, Михася, документ предъявил. Вот документ подарочной грамоты на эти часы. Ну это такая мелочь, что это как часы Гундяева, она все стерлась, время лета это стерло, гундяевский бригет этот. Также и тут мы это дело постепенно, конечно, забываем. Вот эти, и вот этот вот Михаилов знаменитый, конечно, важный человек, он был другом вот этого вот мужа. Поэтому она входила, как майор разведки, да, как внучка Никифорова, полковника КГБ. Она, конечно, в эти все сферы входила, и поскольку она принимала гостей, все проходило это через ее малины. Так ведь? С самого начала-то. И она воспитывалась у дедушки с бабушкой. А дедушка с бабушкой только-то, понятно, да? Ну это все понятно. Значит, мы имеем дело лонку, облигацию. И эти три шестерочки, вот, которые позволяют нам знакомиться, неразборчивость связи, как называется, да? Здоровье, конечно, у нее все вынесет, но надо поменьше делиться планами. Вот она, может, поделилась ей, что стоило жизни ее любимому человеку. Она любит выносивая, любит трудиться, любит спорт, фитнес, всякие спортивные. Ну, недаром она за это вышла замуж за теннисиста. Ну, неразборчив в связях. Но в то же время всегда будет в семье. Пока в семье она ранит, не изменяет. Но, с другой стороны, как все вот кошечки, они к своим семейным, даже к детям относятся, ну, совершенно как к посторонним. И даже наоборот, иногда они могут этих семейных покинуть и пойти в какую-нибудь партию, в компанию какую-нибудь. Вот это лучше для них будет. И поэтому обижается мужья на нее. Она не может войти с ними в контакт. Другое дело, Козлик, он очень художественный. И он с удовольствием пойдет и в театры, и туда, и в компанию. Это не пропустит. Поэтому вот у них здесь была бы совместимость. А вот Александр Зарубин, Ренов, вот, да, значит, тут ему нужна была дракоша. Цикали, значит, нужна змейка. А вот этому лошадь нужна. Иванов ушел к лошадь, да? Убежала молодая лошадь. Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Забытая песня, да, детского радио. Ну, я сейчас напоследок, чтобы, как говорится, что-то развеселить. Тут есть такие данные у нас интересные. Как раз по мужу Лолиты. Арнольд Спиваковский там был другом Михася и мужем Лолиты. Он был другом Михася Сергея Михайлова, Олега Лурье и даже крестным его ребенка. Мужем Лолиты Милявской, директором ресторана Пекин, владельцем клуба Доллс. Ну, это куклы такие, где распространялся кокаин. И много еще чего. В последнее время жил в Испании. Там и умер. Там было Арнольду Спиваковскому. Там всего 51 год. Стрингер писал о Спиваковском в начале 2000-х годов, когда он сидел в Пекине. Ну, в гостинице Пекине. Завидовал гостинице Пекине в начале 2000-х годов. 2000-х годов. А вчера в Москве прошли похороны Арнольда Тамма. То есть 28 марта 2019 года Спиваковского. Авторитета Солнцевской ОПГ. Известна также под кличкой Арноша. Похороны посетили его бывшая жена, гражданская жена Лолита Милявская. Авторитет Алимжан Тахтахунов, тайванщик. Продюсер Виктор Дробыш и другие известные лица. Причина смерти 51-го летнего авторитета пока не сообщается. Надо сказать, он с 2012 года был председателем Совета дикторов Вау Интуриста. Арнольд Спиваковский там находился под подпиской о невыезде в Испанию и ждал начала процесса по отмыванию денег членами Солнцевского ОПГ. Но эти там квартиру начали скупать в Испании, о чем похвастался наш Солнцеликий патриарх Кирилл. Он сообщил, что благосостояние россиян растет и они даже начали скупать квартиры в Испании. А судя по аналогичному процессу над Тамбовской ОПГ, в показаниях авторитетов в материалах дела могут всплыть очень любопытные откровения о связях с российскими высокопоставленными чиновниками и силовиками. The Insider выяснил некоторые подробности испанского дела, а также того, как Солнцевские связаны с ФСБ, Единой Россией и российскими олигархами. Арнольд Спиваковский, прежние фамилии Тамб, Спиваковский, фамилии бывшей жены, был арестован в Испании в сентябре 1917 года вместе с Олегом Кузнецовым, Сергеем Дождевым и Александром Гринбергом и другими. Всего 11 человек. Арнольд Тамб в докладе предварительного следствия гражданской гвардии, оказавшемся в распоряжении The Insider, проходил как третий по значимости член Солнцевской ОПГ после Сергея Михайлова и Виктора Аверина, главарь. В феврале 1918 года Спиваковского отпустили под залог 750 тысяч евро на время рассмотрения дела по существу. Процесс над Солнцевскими в Испании. Испанское следствие в первую очередь заинтересовали две коммерческие компании, созданные в городке Мехас, провинции Малага. Мехас это такая гора в Испании. Очень созвучно с Мехасем. Одна из них называлась совсем нескромно Вода Мехася. Агуа де Мехаси. Правда, позже она была переименована в Агуа Сеерре де Мехаси. Вода горы Мехаси. Сьерра. Агуа Сьерре де Мехаси. Вода горы Мехаси. Здесь игра слов Мехаси название населенного пункта, а также горы в Испании. Вторая компания, в отношении которой ведется следствие, это аренда промышленного оборудования Мардос. Первой компанией руководили Дождев Сергей и его жена. Кроме того, партнерами значились Олег Кузнецов и Екатерина Кадина. Во второй компании долевыми участниками были Сергей Дождев, Екатерина Кадина и Валерий Кулебаба. Совладельца обеих компаний Екатерина Кадина, вдова убитого в ходе разборок вокруг наркобизнеса в России в 2011 году, вице-президента Федерации Букса в Волгограде Владимира Кадина. Ее участие в компаниях нечто вроде компенсации за убийство супруга. Ну как бы накормление взяли. А Дождев и Кузнецова их, как и там, арестовали через несколько месяцев, отпустили под залог. Испанцы считают представителями Соновской ОПГ. Их постоянно видели в компании Арнольда Тама в Испании на яхтах, футбольных матчах, ФК, Марабелья. Один из спонсоров Вода Михася, владельцем был Александр Гринберг, также под следствием. В испанском коммерческом реестре, с которым ознакомился The Insider Вода Михася, зарекомендовала оборот 1,7 миллионов евро за 15-й год, а 3 миллиона евро за 16-й год. Многовато для продаж материалки, которую можно было купить только в Малаге. Испанцы прослушивали разговоры Дождева, Арнольда Тама и остальных фигурантов. В одном из них Дождев просил Тама посодействовать переводу в другую тюрьму его товарища. Отбывающего наказание в Красноярске. И там обещал помочь. То, что там может решать такие вопросы, впечатлило испанцев. На допросах ничего внятного по поводу этой записи Дождев ни там не пояснили. Дождев признает, что хранит много денег наличными в сейфе у себя дома. А хранит много денег у себя в Испании. Карточки не всегда срабатывают. Происхождение наличных, он объяснил тем, что выигрывает деньги в казино. В последнее время у воды в Мехасе, судя по отчетности, одни убытки. Дождев отрицает наличие двойной бухгалтерии в компании. И тогда следователь предъявляет беседу его с партненом Валерием Кулибабой, в которой тот спрашивает, намерены ли мы красные. На что Дождев говорит «да». И добавляет, что некий Августин провел по документам 300 тысяч евро убытков. Созыске постепенно увеличило свою долю присутствия в легальном бизнесе, что в конечном счете позволило этой преступной группировке получить образ законности, эффективный механизм для отмывания денег, а также быть представленной так в национальных, так и в международных секторах экономики, пишет Гражданская гвардия Испании в своем докладе. Связи Солнцевских, Могилевичев, Тушенков, Путин. Впервые там был арестован в 89-м году еще в СССР вместе с Мехасем и Аверином за вымогательство. Однако вскоре свидетели обвинения забыли, что у них кто-то вымогал. В 93-м году все трое переехали в Израиль и получили израильские паспорта, естественно. Следствия паспорта были аннулированы. Затем Мехас был арестован в Швейцарии в 96-м году. Главный свидетель обвинения до суда не дожил, был убит в Нидерланды. В процессе расследования угрозы расправы получали прокуроры. Смотрите признание прокурора Бернатора Бернатоса, а также суд Мехасея оправдал. В марте 2-го года Спиваковского в то время замдиректора комплекса Пекин было предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков. У него дома был обнаружен кокаин. Адвокаты Спиваковского заявляли, что наркотики их клиенту подкинули, а сам обувь сопроводился с нарушениями. Свидетелю обвинения бросили гранату в автомобиль, но Спиваковский извел, что это провокация с целью его очередения. От своих показаний свидетель в итоге отказался. И суд Спиваковского оправдал. У нас суд стаканчик бросил, а тут гранату бросил и оправдал. Суд в уже стоящей инстанции оставил в силе оправдательный приговор. В 2003 году, несмотря ни на что, там, в ходе следствия, в Испании пытался отрицать свои связи с мафией. Но следователи получили немалую лик. В одном из мобильников Арнольда Тама всего изъяли шесть мобильников. Испанцы нашли недавние фотографии Михося. В компанию с депутатом Госдумы Владимиром Шамановым и тренером локомотива Юрием Семеном. Семен в разговоре с инстанцией не мог вспомнить обстоятельства этой встречи. А также ставшей впоследствии знаменитой фотографией лидеров криминального мира Гафура, Михося, Аверина и Семена Мигилевича, которые входят в список самых разыскиваемых людей в США. Гринсайдер уже писал о том, что Михай занимал с отмыванием денег Семена Мигилевича. Также среди изъяток у Тама изображений есть фото Арнольда Тама от 16 мая 1917 года с Сергеем Лалакиным, больше известным как Лучок и лидер Подольской ОПГ. В настоящее время контролирует многочисленные юридические компании, занимающиеся пищевой и нефтяной промышленностью, уточняет испанский свидетель. Следователи, из публичных людей дружбы с Лалакину, гордится юморист и бизнесмен Владимир Винокур. Там дружил не только с бандитами. На допросе после задержания в Марбеле 28 сентября 1917 года, с тем, с которым удалось ознакомиться, The Insider, там, в частности, заявил, что не помнит точно свой адрес в Испании, поскольку остановился у Олега Кузнецова, арестованного вместе с ним. Олег Кузнецов был администратором гостиницы Пекин во 2016 году. В 2016 году гостиница «Космос» в Москве. Обе гостиницы являются собственностью АФК-систему. И уточнял там, там и сам являлся акционером АФК-системы, которой владеет Владимир Евтушенков. Любопытное совпадение, указывающее на связь с Солнцевской системой. В середине 90-х годов с Суданом Хасем в Швейцарии в качестве свидетель на стороне обвинений выступил агент ФБР Роберт Левинсон, который одним из казначей в Солнцевской группировке назвал экс-президента АВК-системы Евгения Новицкого. Сам Михайс при этом упорно пытается добиться, чтобы его перестали ассоциировать с Солнцевской ОПГ. В 2016 году он потребовал через суд удалить из выдачи поисковых систем аж 172 ссылки с упоминанием своей связи с ОПГ Солнцевской, насчитывавшей 300 бойцов. Михайлов также продемонстрировал наградные часы, подаренные ему Владимиру Путиным, ошибочно полагая, что это подтвердит его хорошую репутацию. Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков после этого спешно заявил, что президент ничего не дарил криминальному авторитету. Мы ничего об этом не объявляли, что значит, что этого просто не было. Правда, Михайлов показал не только сами часы, но и документы, подтверждающие, что Путин их все-таки дарил. Солнцевский и Кремль что знают и что могут рассказать испанским властям Солнцевский. Об этом The Insider проговорился с бывшим членом Солнцевского ОПГ, уроженцем Одессы Леонидом Ройтманом, отсидевшим в семь лет США за покушение на убийство Вячеслава Константиновского, организованного вместе с Монией Эльсоном в ходе разборок Солнцевских между собой. После его освобождения власти США отказались выдворять Ройтмана на родину Украину, считая, что он может подвернуться пыткам или быть убит. Имя Ройтмана фигурирует в докладе ФБР о Солнцевской ОПГ и в США. Леонид Ройтман написывает события вокруг Солнцевской так. Так, был случай, когда Сергей Михайлович был арестован в Швейцарии. Мы очень часто приезжали в Венгрию, в то время общались с Виктором Авериным, Арнольдом Таммом. Я был послан, как живое письмо в Севастополь, встретился с Осим Довиловичем Кобзоном. Он был там со своим концертами. Вот видите, как искусство, оно очень тесно связано с передачей вот этой преступной и криминальной, и всякой шпионской информации. А я сказал ему, чтобы Осип Давыдович поговорил с Гусинским. Это просит Виктор Авериным Арнольд Тамм. Гусинский должен был поговорить с Черномырдиным, чтобы в Швейцарии пошло письмо, что шоссовская преступная группа не существует. Хотя, конечно, она существует до сих пор. Это мощнейшая преступная группировка, одна из самых мощных. Это кровожадная преступная группировка. Она участвует в похищении людей, убийствах людей. А сколько перестрелок происходит сейчас? А сколько из-за каждого убийств? А в каких годах убивали деда Хасана и Пончика Тимоху, вора в законе? Это что, в 90-х их всех убивали? Их сейчас убивали с охранами, с наружным наблюдением. В центре Москвы. Шабтая Калмановича. Старые воры назвали бы современных солнцевских мусорами и фуфлыжниками. Из-за сотрудничества с властями, утверждает Леонид Ройтман. По его словам, его старший Алик Маган, Олег Аксмаков, платил за крышу наличными самому Николаю Ковалеву, вплоть до своего убийства в 1999 году. Ковалев, бывший руководитель ФСБ, ныне депутат Госдума, где возглавляет, но он уже помер недавно тоже, где возглавляет комиссию по контролю за заходами депутатов. Ройтман уверен, что эти схемы сохранились через Патрушева. Важно, да? Который затем уже идет наверх. Также Ройтман утверждает, что Сонтовский и ФСБ отлично взаимодействуют. Наши киллеры ездили на тренировки к скотчу при ФСБ. А в спортивные городки специальные, где они проходили рукопашный бой, минирование их тренировали. Как расчленять человека, как сжигать человека, как закапывать его правильно. Вот такие депутаты Уединой России. Интересно, что подобному Михасю депутату Андрею Скотч на главный фото к этому тексту, он по левой руке от Михаси, ну я сошлюсь на этот материал, не намерен мириться со статусом члена УПГ и даже предпринимает международные усилия по очистке имиджа. Просто надо УПГ, организованная партийная группировка, не преступная, а партийная. Вот и вся разница УПГ. Ну да, я член УПГ, но это партийная группировка, они преступные. Во Францию он обратился к бывшему руководителю разведки ДЖСА, Бернаду Скворчини, который пытался заставить убрать единоросса из картотеки спецслужб, как связанного с УПГ. Скворчини с 16-го года находится под следствием за торговлю влиянием и выдающим секретов национальной обороны, и случай со скотчем один из расследований эпизодов. Наши киллеры ездили на тренировки в скотчев при ФСБ, в спортивные городки, где проходили рукопашные бой, минировали, как расчинятие и так далее, и так далее, и так далее. Там был известен как военачальник Солнцевский и отвечал за бизнес в сфере недвижимости в Западной Европе, инструментальные офшорные кампании, отмывание денег, торговлю оружием и наркотиками. Кроме того, предполагается, что он отвечал за деятельность при собранной группировке в России, странах Балтии, Германии, Китае, Швеции. Однако подробностей этих операций в рассекреченном 18-м году в докладе гражданской гвардии нет. Вот так роль тама в Солнцевской описывается в разговоре The Insider Леонид Ройтман. Арнольд там именно тот человек, который отвечал за общак и занимался бизнесом. Общак вот так. И он действительно был правой рукой Сергея Михайлова. И думаю, что он в Солнцевской группировке идет после Виктора Аверина номером третьим. Виктор Аверин второй, Арнольд там третий, еще есть Андрей Скотч и Лев Кветной. Это отдельная группировка, которая раньше была поручена заниматься ликвидациями. Средства общика тратились на извлечение из тюрем преступников, на заказы убийства, на подкуп того же ФСБ, МВД, Следственного комитета. Вот так, по словам Ройтмана, проходили расчеты. Каждый год мы обязательно ездили к Могилевичу. С Киев-Донбасским, украинским предприятием, которое контролировало Солнцевский. У нас был такой разговор. Они платят нам 150 тысяч долларов в месяц на мелкие расходы, чтобы мы сами себя содержали. Содержали охрану машины и так далее. Получалось 450 тысяч за квартал. Мы раз в квартал делили по 150 тысяч между тремя группировками, между нами, Михасем Аверином, Арнольдом Тамовым, Могилевичем и Андреем Скотчем. В конце привозили уже полные составки и у Донбаса к Могилевичу. Ройтман показал The Insider по месячной расчетной ведомости за второй год, где он сам значится как Леня, партнер номер 24. Близким к Михасю считается Шакро молодой в тюрьме Захалик Калашов. Во время ареста в Дубае Калашова по запросу Испании в пятом году он находился в одной машине с Михайловым. Отсидев в Испании после обидительного приговора по созданию преступного сообщества, какое-то время Шакро был на свободе в России, но недавно был арестован и осужден по делу о вымогательстве. Согласно прослушкам, сделанным в следственном управлении ФСБ, высокопоставленные сотрудники СКР за деньги обещали помочь выйти на свободу в приближенном Шакро, арестованном после перестрелки в Раздельской улице в 15-м году. Один из подсудимых по делу Тамбовских в Мадриде Юрий Сариков заявил конспондент The Insider, что Шакро все равно выпустят, потому что он нужен. Но пока Шакро сидит, по словам Ройтману, у Шакро была крыша не только в следственном комитете ФСБ, но и в МВД. Крыша организуется за взятки, за наличные взятки, за подарки домами, за подарки яхтами. Любовник поставляет ФСБ и МВД. Вячеслав Константинович конкретно этим занимается. Он поставлял девушку легкого поведения, моделей, скотчу, а скотч их доставлял дальше. Еще это избор компромата не только из слов Ройтман, но и из показаний самих подсудимых следует, что им есть что сказать про Кремль. Так, например, Сергей Дожнев в своем последнем слове заявил, цитируется по протоколу, «Настоящая мафия в России – это те, кто управляет миром. Это, в частности, Игорь Сечин, который является человеком, который прислал в себе АВК-система через Башнефть, МТС и все, что делают, через офшоры. Еще и мафия относятся братья Ротенберги, контролирующие компанию Платон, 75% Платона принадлежат офшорам, через которые Ротенберги выводят деньги в Европу. Там был одним из владельцев АВК-системы, однако он не договорился с братьями Ротенбергами. Тогда Греф через своего сына Аркадия прекратил рефикансирование кредитов. В общем, не поделили, да, кусок. Вот это и тому стоило жизни. В общем, попали к деньгам Сечи. История с Сечиным и Сбербанком действительно могла иметь место. В 2017 году арбитражным судом Башкирии вынесено решение взыскать 136 миллиардов рублей с АВК-системы в пользу Роснефти. Вот такие дела. Что касается Сергея Дожди, вот он еще на допросе, вот он на допросе обещает назвать еще много имен, но просит передышки. Дата слушания по делу пока не назначена. То есть дело раскручивается так, что к новой радости нашего Санцеликова владельца Бригетта. Вот такие дела и в таких делах участвовала наша уважаемая кошечка, которая, естественно, как рыба в воде, как маленькая облигация и все такое прочее. И как все артисты, мы видим, что вот эти все артисты, они завербованы, они давали подписку, все. А вот эти информации передавать, человек письмо, как говорится, лично передать информацию без всякой почты. А приедет, вот и скажет устно или напишет на бумажке, чтобы не стрясать стены и стекла. Вот такие, так что семь невест Емфрейта Разбруева и семь мужей майора Горелик. Но не по законам Кабалы, а по законам Пифагора вот она страдает. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok